Уважаемые Сергея Посадцы, я хочу к вам обратиться с вопросом и сразу прокомментирую этот вопрос. Вы кто-нибудь знаете о том, что 25-го, 8-го, 17-го года в газете «Вперед» за номером 84 были опубликованы графические части проекта генерального плана городского поселения Сергея Посадцы в Муниципальном районе Московской области. На основании постановления главы Сергея Посадского муниципального района Московской области от 21-го, 17-го года о проведении публичных слушаний, а именно карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, карта функциональных зон городского поселения и карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. А теперь, внимание, вопрос нам. Вот эта газета «Вперед» показывает, видите, какая толстая, где это было все опубликовано. Тираж публикации 165 экземпляров. Это на поселение, в котором более 100 тысяч жителей. А вот эти так называемые карты, о которых я говорил, которые совершенно нечитаемые. Вот такой формат. 165 экземпляров и совершенно нечитаемые карты. Это при том, что будет приниматься ни много ни мало генплан, наконец-то, нашего поселения, о котором много говорили. На проработку документов по генплану, которые потрачены десятки миллионов рублей за последние годы. Вот на моей памяти, только я помню цифру, в 50 миллионов рублей, которые тратили из городского бюджета в свое время, были обсуждения, были также публичные слушания, неоднократные, еще в предыдущем совете депутатов несколько лет назад. В итоге полномочия оказались у областного правительства, и частично полномочия они отдали по приемке районному совету депутатов. В итоге непонятно, куда тот проект генплана делся. Сейчас вынесен совершенно другой генплан. Я могу честно сказать, что даже я, действующий депутат городского совета, как и многие мои коллеги, мы даже не видели вот этот генплан. Никто с нами не советовался. Я считаю, что это просто необходимое дело, потому что мы представляем ваши интересы. В итоге генплан собирается принимать районный совет депутатов, утверждать. Жители, я вам показал, почему не в состоянии участвовать фактически, потому что никто не знает. И опять повторюсь, 165 газет всего-навсего, где опубликованы данные вот про этот генплан. Это очень важный документ, мы много лет об этом говорили. Но принимать его без участия жителей, активной части жителей, предпринимателей, других горожан совершенно недопустимо. Почему? Потому что, вот как пример, если в генплане запланирована дорога какая-то, другая какая-то категория территории. Кстати, дороги там может никогда и не быть в перспективе даже далекой. Но это однозначно повлияет на имеющихся участок там собственников. Это может быть личное какое-то подворье или территория для бизнеса. Им никогда не позволят ни развивать, ни строить, ни совершать какие-то другие действия с этим участком. Потому что чиновники нынешние, следующие поколения будут постоянно говорить, вот видишь генплан. И в генплане сказано, что здесь должна пройти дорога, или тут это другая категория земли, на которой ты не можешь построить то-то и то-то. Потому что это не относится к этой категории. Так вот, я понимаю, что вот такой генплан, если его будут принимать вот в таком виде и в таком состоянии, который ущемляет интересы жителей, от лица жителей обратился на имя прокурора городского поселения Сергий Посад. Я надеюсь, Андрей, что вы опубликуете полное вот это вот заявление о том, чтобы разобрались вот с этой ситуацией. И приостановили вот эти слушания, дабы жители могли действительно в полном объеме изучить этот генеральный план, принять участие в обсуждении, внести свои замечания, чтобы эти замечания были учтены, и принимать его можно и должно, на мой взгляд, только и на, все-таки опираюсь на закону и нормативы, которые Российской Федерации, там четко сказано, как должно происходить. А вот это, к сожалению, самая настоящая фикция. Более того, я хочу привести один пример. Если мне не изменяет память, когда Сергей Александрович Пахомов стал главой района, было такое действие произведено, когда было подано в суд, ни много ни мало, на как раз вот то же, что связано было с определенными публичными слушаниями, когда и выиграли, районная власть выиграла, этот суд, насколько я помню, когда упрекнули, что публикации о слушаниях осуществляются тиражом 2000 экземпляров. И тогда районные власти заявили, и это очень мало, и я, кстати, с ними согласен, это очень мало, люди не могут массово быть проинформированы таким количеством, и суд принял решение. И на основании этого у некоторых представителей бизнеса вплоть до отчуждения участков произошло, потому что признали, что слушания незаконные, и дальше прошли определенные последствия. Так вот, если тогда районная администрация подала в суд, я опять повторюсь, правильно сделала, о том, что 2000, то нынешняя районная администрация уже в лице Токарева и его сотрудников почему-то всего-навсего 165 штуками довольствовалась, что совершенно недопустимо. Поэтому я надеюсь, прокуратура отреагирует и поправит данный аспект, и будет публикация достойной, должным образом, чтобы жители городского поселения в полном объеме могли ознакомиться, и генплан, чтобы, если он будет принят, чтобы он все-таки не без участия жителей был в конце концов введен в действие. Еще одну ремарку я хочу сказать, как яркий пример привести. Я сегодня видел в администрации документ, очередную, ну, я бы сказал, очередную попытку создать проект восточного объезда. Так вот, в этом проекте меня многое, что также, ну, вело в ступор, и, на мой взгляд, совершенно недопустимо, в районе улицы Митькина, в районе вот этого старого, еще оставшегося части нашего города, Осколков, я вам примерно могу сказать, вы поймете, это где находится, там, вот, от ФСБ и до, где бывшая больница Красный Крест, вот там собираются по частному сектору, дороги сейчас там нет, там сейчас частные участки, да, дома стоят у кого-то, вот там собираются на угол, где вот у похоронной службы, на Воловую, выводить дорогу. Вы можете представить, дорогу, я не исключаю, что даже четырехполосную. То есть, определенный кусок нашей старинного центра города будет просто снесен, пройдут по судьбам. Вот я представляю людей, у которых там участки, у которых там дома, это просто трагедия, самая настоящая трагедия. Вот такие нам планы рисуют. Более того, другая развязка и другие драматичные ситуации будут происходить за переездом. Это на Вифанке, нижней части вот этой улицы, там тоже собираются делать развязку и тарить дорогу с выходом на Первую Рыбную, там тоже по частному сектору, где выходит пересечение Первой Рыбной и Железнодорожной улицы, вот туда. И там через речку собираются строить мост. Кстати, если я правильно посмотрел вот ту карту, тот документ, вот где она выходит на Вифанскую улицу, вот там вы, Андрей, недавно показывали, ну, с квадрокоптера определенный объект, очень красивый, жилой дом. И вот если я правильно понял, что как раз вот по границе или фактически упирается в этот жилой дом, который специалисты, которые мне показывают сегодня карту, сказали. Эти дома, к сожалению, будут снесены. Это как это? Это кто дал право? Это, кстати, тоже вот говорит о том, что о генплане, вот если вот так вот примут генплан, многие жители, десятки, если не сотни жителей, кто имеет личное хозяйство, кто, ну, дома под личную застройку, и в том числе и бизнес, а о бизнесе мы тоже должны заботиться, если люди ведут законный бизнес, они тоже не должны быть брошены, и с ними не должны твориться беззаконные дела. Вот это все придет такое состояние. Якобы ради, а, и будет закрыт проезд по, закрыт, значит, железнодорожные переезды переезжают по улице Вифанской, они планируют, то есть там дорога будет закрыта, а все пустят низом, значит, вдоль речки все это будет пущено. И в перспективе планируют закрыть дорогу по улице Первая Рыбная на Звездочку и далее туда на Скобянку. Я задал вопрос, скажите, а как же ездить тогда на Звездочку будет? А получается, что на Звездочку можно будет проехать двумя только путями останется, либо через Скобянку, через путепровод, дальний крюк, либо, опять же, повторюсь, вот через этот прокол, значит, с выходом на Вифанскую улицу, и далее вот через этот мост по частному сектору, опять повторюсь, частному сектору в районе Первых Рыбных улиц, значит, и далее мы только попадем на Звездочку. Вот такие прелести, плюс, я считаю, что окончательно убьют улицы Митькина, которая одна из немногих остается такая, ну, привлекательная с точки зрения, ну, частного, вот такого, из старинных застроек обустроенной, там и музейчики, и, значит, ресторанчики, гостиницы небольшие находятся, и это вот к тому, что если мы с вами и дальше будем молчать, если вот определенные, опять же, единичные, нерадивые чиновники будут проталкивать такие проекты, не советуясь, мы вообще потеряем привлекательность туристическую, мы уже ее теряем каждый день фактически, вырубаются, сносятся, сжигаются, без права восстановления исторические здания, мы теряем наш город. И поэтому я хочу еще раз обратиться к жителям, если вы допустите прихода к власти 10 сентября, вот таких деятелей, которые молчат, которые ничего не говорят, которые настойчиво проталкивают вот эти проекты, мы потеряем не только для самих себя благополучие в нашем городе, но и, в принципе, это позор будет, в том числе и перед всей Россией, потому что мы не зря себя называем центром православия и культурное наследие у нас какое-то должно сохраняться в лице вот этих вот ландшафтов, в лице старинных зданий и прочее, прочее. А что происходит, что творят эти деятели? Давайте мы все это остановим, давайте мы 10 сентября выгоним эту власть из их кабинетов, потому что не они должны управлять городом, а мы, жители, должны управлять городом, мы должны избрать свой совет депутатов, значит, совет депутатов далее уже будет от лица населения, принимать правильные решения во благо жителей города.